друзья позвонил сейчас наш мастер он же по совместительству рыбак и зовет нас на горячую ряпушку я заказывала копченой ряпушки он нам сделал три килограмма горячей свежей копченой ряпушки едемте едем сейчас будем делать с вами мог банк и вот приехали мы опять к нашему мастеру дядя сережа сейчас он нам будет показывать как он тут все коптит это отдельный вход на коптильню до речка нет корзинка подождите без музыки сопровождающий без без тадам кристина смотри куда ты побежала смотри что там ой и нюхай вот это кадры но красота красотища какая крупная слушайте отличная рыба да вы поняли мы вот такие вот да это горяченькая это же горяченькая такая а на каких дровах коптите ольха правильно я надеюсь что камера передает этот запах потому что сейчас люди будут стонать я могу ой боже это вообще невероятно надо вообще то что да это же красота золотая рыбка кристина ты видела как коптится гляди видишь она где лежит там он из переноском смысле да супер конечно вон там ольха на кирпичах и чувствуешь вот так пахнет рыба это копченая рябушка ты говорила что ее зовут рябушка копченая рябушка нора опять стану права здорово весы или вы куда корзинки горячая горяченькая боже кристина посмотрите ты знаешь какая-то редкость так вот увидеть это уже обычно так все что скажи же ничего не удивляюсь до будешь рябушка кушать подвальные опустошены кто подвальные запасы чего именно мог чего именно кваса естественная кваса 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 воды например но минералка есть бутылку блин прицепить грузин опять поедем кваса у нас мало минералки у нас одна бутылка миноградного сока лучше белого лучше бродячего ну это поэтому сейчас поедем домой youtube любит только про сок красота крупная какая обычно она бывает как салака и что этот раз был до улов у людей там мало мало 5 7 килограмм это мало ничего себе раз просто воду вылавливали по тонне а тут заколок на 25 килограмм где тут хотят и звание конечно очень да а я вот так нету чё там 3 дядя 3 дать 3 идем а там сколько так как корзинка не а куда вы вынимаете я хочу обратно не дайте мне больше сколько больше 4 до вот оттуда что-то мало мне это ваши три у меня очень хороший аппетит к сожалению вот эти вот такие кровь это тяжелым кружка кому-то не достанется что-то мне казалось что он меньше да там тяжелая такая что все перемешу дома все перевешиваем не было корзина кило 100 и еще плюс должно быть значит еще мало вот пять сто окей ровно 4 хорошо заботливо все сложили в тазик дали чтоб машина не привонял просто прелесть и чтоб теплая была килограмм ряпушки в эстонии стоит 18 евро это в этом году так а в прошлом было также у меня было 18 спасибо а вы знаете у нас один есть такой дядя сережа он нам привозил спасибо вы приедете завтра дверь мерить точно во сколько в 10 полотенства ждем вас спасибо большое вот такая ряпушка горяченькая горяченькая но удовольствие это не дорогу не дешевая 4 килограмма по 18 евро 72 евро ну оно стоит того поверьте ну что ряпушка приехала домой не помялась тазу вот это наше наше тричудское богатство ряпушка золотая рыбка горячая горячая аромат на нюхайте сейчас ребенок будет есть пюре и с этой рыбкой я возьму бери крупные здесь 4 килограмма но хватит на пару дней ну дай бог да я как то немного на такая крупная горячая еще он как раз упаковал такую бумагу которая как бы держит это масло и температуру просто умница мастер конечно мастер рыбаков чем на золотые руки до умница он конечно начинаем наш мукбанг я тут выставила тазик чтобы вы не подумали что я тут кушаю тарелочками это настоящий таз большой в машине вы у меня его уже видели вот прям так я его в бумаге потому что рыба очень горячая она конечно тут жир дает и эта бумага вся уже разваливается поэтому вот такую красоту мы сейчас с вами будем кушать тазиками да мы кушаем тазиками теперь вы видите все истинно по нам это видно мама уже щеки ходуном как тебя рыба очень очень хорошая жирная хорошая рыба очень много нам тоже не съешь да так что фуршет то что мы вам показывали такие изыски для гостей красиво так это все а на самом деле мы тазиками кушаем жир м невероятно конечно золотая рыбка 18 евро килограмм в киосках она тоже 18 евро но там она холодная там она вчерашняя там она уже из какого-то холодильника здесь прямо горячая на наших глазах с вами вынули из коптильни это же просто супер как там пахло это невероятно и до сих пор здесь на даче аромат невероятный но в этом кадре поэтому банки главная героиня у нас рыба они я поэтому меня вы тут не особо увидите рыбу можно понюхать и попробовать всем он какая красавица такую тарелочкой смотрите на относительно тарелки тарелка большая какая она здоровья ну и поэтому надо было измерить рулеткой рулетка есть от айманы я же говорила вам что у меня всегда женской сумочке есть рулетка рядом в тени для век рядом тени без тени туда хотят тениться давайте померем 21 сантиметр с хвостом головой с головой да она такая совсем наобум взятая а если я еще поковыряюсь это 2322 горячая рыбу измерили пора бы попробовать как она деле отделяется от костей до вкусно вот этот дядечка что нам делает здесь ремонт и продает эту роскошную рыбу он уже ходил со своей внучкой в лес внучка маленькая прошли не совершенно немного в лесу буквально вокруг дачи они не ходили в лес они пошли прогуляться но около дачи с трехлетней девочкой и около дачи по дороге нашли они прогулялись с этой внучкой около дачи совершенно не далеко и какие они набрали белые грибы девочку сфотографировали она с огромными белыми грибами и в этом году очень много белых буквально вот здесь под ногами созрела черника надо будет чернику купить на без одни купить собрать пирог сделать мы уже делали жареные мы уже жарили лисички но ты их купил и купил откуда знаешь докажи факту что мы жарили уже лисички эстонские лисички уже пошли со свежей картошкой с луком и мы ели лисичкин такого ой как и они пока сандра была здесь мы хотели успеть ее угостить это невероятно просто хотелось бы насушить белых грибов конечно не увозят сушеные белые грибы на волочками отсюда на лодку и зимой делают соус и и супы на ли с грибами да мне кажется туда можно добавить даже еще крутой яйцо я конечно не знаю так наверное попробовать бы можно было много жареного лука грибов и яйцо может быть белок не все яйцо знаешь а белок еще очень вкусные копченые лещи на побережье тоже киосков тоже продаются но часто бывают пересолены вот эта рыба но нисколько нету соль насколько мы привередливы чтобы она не была соленая слишком знаете потом пить ведрами она не пересоленная коптила на осиновых дровах я сама видела разве не ольха ольха а я что говорю вру сильно ольха красиво горько она вот мне в печке не понравилось очень крупная на поэтому ее кажется если так возьмешь один килограмм два но там совершенно нечего есть ну так мало и и кажется что мало штучно штучно да что он там взвесил два килограмма и 3 я заказала у него три килограмма а потом приехала игрока попросила четыре потому что немного это разве тазик рыбы свежие то много вот скажите не свежий а копченый да сейчас крестине сделаем пюре свежее пюре и свежей картошки и ряпушку она называет это рябушка она как-то пишет говорит пишет не ряпушка рябушка через б а мы не поправляем а между прочим на эстонском языке это будет рабить так что нам где-то право она услышит на эстонском как бы пишет она очень любит ряпушку просит ее тоже часто в таллине даже зимой можно купить копченую ряпушку и кстати не по такой цене как здесь подешевле и копченую тоже но вот понимаете не то она из холодильника они видно ее морозят потом размораживают это продают но это совершенно не то на ряпушку существуют законы ее нельзя ловить когда хочешь сколько хочешь вот после яного дня после 24 числа июня был даже 21 был разрешен лов сетями да ставите ставят сети а сейчас был вот праздник в деревне мусты кто видел мой ролик на канале про мусты там был день ряпушки мы вот не поехали поскольку здесь был ремонт опять и речь была о том что рыбаки поставили эти сети но во всяком случае в наших местах и был сильные ураганы и все эти сети вырвало и всю эту рыбу разметала и ряпушки не было вообще ряпушка спасла свою жизнь может быть это и надо вот поэтому как бы мы туда не поехали там всегда очень дорого все эти на выставках на фестивалях этих рыбных мечта дикой очереди и астрономические цены на эту рыбу поэтому лучше иметь кого-то знакомого или ловить сам кто умеет кто может у кого все приспособления есть тогда это вообще конечно песню но раньше это было как-то проще у нас соседи я помню садились в лодку вечером днем уходили утром а сейчас для того чтобы выйти просто в озеро за рыбой по нормам нужно иметь разрешение номер лодки обязательно тебе должен быть спасательный жилет дашь ли там в одном метре от берега то есть ты все как-то на чем по моему какой-то паспорт рыбака там платить надо это же лишь платно и потом они ходили не зарядку но все равно просто выход в озеро тоже нельзя вот мы например шли с озера как туда мама да вот недавно совсем и смотрим что дрейфует такой как катер красиво я решила значит что на галочку а он конечно нет и стоит лодка лодка ведь на что-то там ловят в этой лодке и этот катер прямиком к этим людям и встали что-то долго разбирались наверное проверяли потому что потом там должны быть права на управление лодкой как-то вот это все очень много поэтому если вы хотите так на лодочке должен быть спасательный круг и в озеро и спрятаться там от суеты то не получится к вам все равно подплывут не только ряпушки да не только ряпушки а так в открытом эти люди ловят окуль вкусный судак и леща ловит у нас очень много разной рыбы здесь лещ подлещик налима судаки сик есть даже уголь есть коптят уголь очень вкусно это считается деликатесом это ряпушка было с икрой многие это едят я терпеть не могу перемазалась вся от костей отходит кашлику а ты шкурку кушаешь нет а я шкурку я вонах русских у вкусная шкурку нет я конечно вспоминаю маркизой пушка сейчас мужа тоже вспоминаю он тоже очень любит но маркиза папа им там печеночки да мы когда выезжаем в таллинн вот осенью например то всегда берем с собой и лещей а лещи знаете такое огромные есть даже в киосках супруг как-то раз купил я не помню насколько он был евро но он был такой огромный не знаю килограмм не то на три не то на шесть но это какой-то вообще ненормально такой огромный был и разные копчения тоже бывает бывает такое что он совсем как будто черный это значит на чем-то его коптят на особых дровах а бывает такой светлый обычный бывают очень соленые говорят что вот этот соленый когда она подпорченная тогда ее засыпают посильнее солью коптят и продают ну вот в этой в этой рыбе в этом тазике я уверен очень вкусно а